Девять миллионов на двоих в Наринмаре ряд коррупционных скандалов. Задержанные чиновники, полицейские, их подозревают в получении крупных взяток. Среди некачественного алкоголя брендовые марки, такие как Хеннесси, Ред Лейбл, Бакарди, Текила. Запретный градус в регионе перекрыли крупный канал поставки населению контрафактного алкоголя. Кто нам продавал отраву? Проезд закрыт. Водители большегрузных автомобилей призывают не эксплуатировать зимний до его официального открытия. С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. В Наринмаре продолжаются следствия сразу по двум громким коррупционным делам. На прошлой неделе сотрудниками ФСБ были задержаны высокопоставленный чиновник окружной администрации и полицейский. Последний занимал должность начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Обоих подозревают в получении крупных взяток на общую сумму 9 миллионов рублей. Мера пресечения злоумышленникам уже избрана. Олег Хатанзейский обо всем подробнее. Само задержание пособника полицейского проходило здесь, недалеко от здания Сбербанка. Пакет, в котором находилась лишь малая часть крупной взятки, 1 миллион рублей, посредник получил в машине. Она стояла примерно вот на этом месте. Но до Сергея Савельева, главного фигуранта уголовного дела, деньги так и не дошли. Чуть позже его задержали. На кадрах скрытой камеры, которая установлена в салоне машины, отчетливо видно. А вот посредник Сергея Савельева берет руки пакет с деньгами и начинает их пересчитывать. Не люблю я деньги, что я тебе верю. Я верю, в порядок не верю. Впрочем, после задержания мужчина уверял, что он якобы к получению взятки не причастен. По версии следствия, начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сергей Савельев подозревается в вымогательстве крупной взятки у бизнесмена. За 4 миллиона рублей полицейский обещал прекратить уголовное дело, которое ведется в отношении предпринимателей. 16 декабря следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МВД России по НАУ. Уголовное дело по части 6 статьи 290 по факту вымогательства и получения взятки за совершение незаконных действий в пользу лиц, занимающихся коммерцией на территории Нейском автономном округе. Сейчас начальник УЭП и ПК Сергей Савельев и его посредник, который должен был передать взятку первому, находятся под стражей. Полицейскому грозит до 15 лет лишения свободы. Его пособнику чуть меньше – 12 лет колонии. А вот еще один фигурант не менее громкого коррупционного дела. Николая Дроздова, начальника управления имущественных и земельных отношений администрации региона, также подозревает в получении крупной взятки. По версии следствия, чиновник вымогал у предпринимателя, который работал в сфере земельных отношений, 5 миллионов рублей. За эту сумму господин Дроздов пообещал бизнесмену составить положительный акт о приеме работ по восстановлению земель на одном из строительных объектов. Реализуя преступный умысел, подозреваемый собственноручно изготовил и подписал необходимые документы, в которых подтвердил ложные сведения о фактическом исполнении первого этапа рекультивации земель на объект, за что получил часть требуемой суммы в размере 2,5 миллионов рублей, обещая обеспечить официальное подтверждение выполнения договорных обязательств. Однако исполнить взятые на себя обязательства должностное лицо не смогло, так как члены соответствующей комиссии отказались подписывать недостоверные акты о приемке выполненных работ. Высокопоставленного чиновника, как и полицейского, сотрудники ФСБ задержали на прошлой неделе. В отношении Дроздова городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. С таким ходатайством выступил Следственный комитет. Подозреваемому, который новую должность получил не так давно, грозит до 15 лет лишения свободы. Олег Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Алексей Рочев. Телеканал «Север». На Ленмаре перекрыли крупный канал поставки населению контрафактного алкоголя. Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями был задержан мужчина 68-го года рождения. Как выяснилось, родом псевдопредприниматель из Татарстана. Реализацией подпольного элитного алкоголя подозреваемый занимался в поселке Искателей. Опасную продукцию мужчина хранил в складском помещении. Это больше 600 бутылок с различной отравой. Специалисты смогли выявить признаки подделки при первом же взгляде. Акцизные марки не соответствовали ГОСТу. Бокарди. Сейчас я ускорю. Булл выбыл. Тоже 12. И? Лизгинка, да? Коньяк тоже. В ходе осмотра складского помещения сотрудниками полиции обнаружена алкогольная продукция брендовых сортов с явными признаками контрафактности. В средине качественного алкоголя брендовые марки, такие как Хеннесси, Ред Лейбл, Бокарди, Текила и другие. Данный товар предназначался для реализации среди населения в предновогодние праздники. Задержали мужчину при очередной попытке продать поддельный алкоголь. Коробки с товаром злоумышленник возил в багажнике своего авто. Как видно на оперативных кадрах, в салоне машины в момент обыска находилась немалая сумма денег. Это вырученные средства. Вся продукция полицейскими была конфискована. По данному факту проводится проверка. По недостроенной трассе на Ринмарусинск без предупреждения проехали несколько грузовых автомобилей. По информации регионального департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта, машины принадлежат местным предпринимателям. Новость прозвучала на оперативном совещании при губернаторе. В результате на одном из участков дорожное полотно практически полностью разбито. Выезд рабочей группы по приему зимника, который был запланирован на 23 декабря, перенесли на 25. Соответственно, по словам Алексея Кайдалова, автоматически будут сдвинуты и сроки начала эксплуатации так называемой дороги жизни. Я хотел бы обратить внимание так называемых предпринимателей, по всей видимости, которые вне всяких правил выходят на зимник и отодвигают сроки начала эксплуатации. В этом сезоне зимник обустраивает наринмарская компания «Транзит». Уже построено свыше 65 километров со стороны Наринмара и около 20 со стороны Усинска. Ранее, напомню, прозвучала новость, что дорогу на Усинск откроют до конца декабря. Впрочем, несмотря на инцидент, сроки сдвинуться все же не должны, уверены дорожники. Добавлю, в конце прошлого года произошла похожая ситуация. Тогда на недостроенный и официально закрытый зимник выехали около 10 легковых машин, после чего дорожникам пришлось заново обустраивать трассу. Смотрите далее в выпуске. Арендные ставки пересмотрели. Недропользователи региона и субъекты торговли будут платить за землю по-новому. Не профессия, а призвание в Наринмаре определили лучших педагогов года. Плата за пользование недрами Ненецкого округа в 2016 году может вырасти. Необходимость увеличения арендных ставок обусловлена существенным снижением размера поступлений арендных платежей за земельные участки, которые предоставлены недропользователям региона. Речь идет о землях промышленного и специального назначения, расположенных на межселенных территориях Заполярного района. Арендная плата субъектов торговли в населенных пунктах округа, наоборот, будет снижена в разы. Новые арендные ставки обсудили на заседании администрации региона. Пересмотреть арендные ставки за пользование недрами региона было решено после существенного снижения доходов Заполярного района, которое во взаимосвязи с нормами постановления правительства Российской Федерации обязывает региону рассчитывать арендную плату за земельные участки, предоставленные пользователям недр, согласно ставке в размере 2% от их кадастровой стоимости. Вместе с тем, как свидетельствуют фактические обстоятельства, нефтегазовый сектор в Ненецком автономном округе использует земельные участки не только для непосредственной разведки и добычи углеводородов, но также для создания необходимой инфраструктуры в целях оптимального функционирования нефтепромыслов и транспортировки добываемого сырья. К элементам инфраструктуры относят в частности нефтепроводы и зимние автодороги недропользователей. За эти земельные участки они платят ту же арендную ставку в размере 2% от их кадастровой стоимости, при том, что вышеупомянутые объекты недропользования не входят в классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Минэкономразвития. Следовательно, к таким земельным участкам регион вправе применять иные арендные ставки. Представитель отдела государственного земельного контроля также отметил, что площадь земельных участков на межселенных территориях Заполярного района, на которых нефтяники размещают объекты трубопроводов и автозимников почти 4406 гектар. С учетом необходимости минимизации в 2016 году выпадающих доходов консолидированного окружного бюджета, проектом рассматриваемого постановления предлагается установить для названных земельных участков ставку в размере 5 рублей 90 копеек за один квадратный метр их площади. Такая арендная ставка позволит привлечь в казно региона 259 миллионов рублей, в разы больше, чем в текущем году. Согласно тем же мартовским поправкам, земельный кодекс в регионе была установлена новая единая для всех ставка за аренду земли под торговые объекты в размере 1,5% от кадастровой стоимости. Новая ставка снизила нагрузку на предпринимателей почти в два раза, чего не скажешь о субъектах торговли на селе. Для них нагрузка увеличилась почти в пять раз по сравнению с прошлым годом. В этой связи ставку арендной платы за земельные участки под объекты торговли в сельских населенных пунктах планируется установить, предлагается установить в размере 0,3% от кадастровой стоимости земельных участков. Принятие таких мер позволит в 2016 году снизить возложенную на предпринимателей арендную нагрузку на 753 308 рублей 81 копейку. Такое снижение администрация региона посчитала справедливым. Этого добивались и сами хозяйствующие субъекты, и Окрпотребсоюз, и уполномоченные по правам предпринимателей региона. Безусловно, в условиях, когда окружной бюджет, фактически приняв новое положение по аренде, теряет в виде выпадающих доходов сотни миллионов рублей, сотни миллионов рублей, это решение, оно далось окружным властям очень непросто. В целом по году цена вот этого вопроса по аренде торговли сельской, это минус 750 тысяч из окружного бюджета в следующем году. И последующие годы это надо понимать. С 2016 года 12 потреб общества и 24 прочих организаций, ИП и ООО, которые имеют торговые объекты в сельских населенных пунктах, будут платить арендную плату за земельный участок под своим торговым объектом в пять раз меньше, чем платили в течение девяти месяцев текущего года. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. За стабильное развитие заполярного региона и тепло в каждом доме. 22 декабря профессиональный праздник отмечают работники энергетической промышленности. В Нинницком округе она представлена на Ринмарской электростанции. Вот уже более 55 лет она снабжает теплом и светом жителей города, поселка Искатели, Тельвийске и Красного. Мы контролируем напряжение, частоту, нагрузку, чтобы все было как бы в норме, чтобы в сети была качественная электроэнергия. 24 часа в сутки энергетики сидят за пультом управления, чтобы качественная энергия поступила в каждый дом. Мощная установка в 30 мегаватт полностью покрывает потребности заполярного города. Благодаря работе электростанции в окнах горит свет и гулять по городу можно даже в полярную ночь. Бесперебойная работа предприятия – заслуга каждого работника из 13 отделов. Большинство, конечно, у нас добросовестные, но есть, конечно, неплательщики, заядлые. Как с ними боретесь? Выписываем предупреждения, звоним, предупреждаем в устной форме, в письменной. Сегодня абоненты электростанции – это 14 тысяч физических лиц и более 600 юридических. Предприятие с каждым годом повышает качество услуг. Так, в 2015 году практически в два раза сокращено количество отключений. Вместе с тем уменьшилось и количество потребляемых ресурсов. По топливу у нас сокращение порядка полумиллиона кубов природного газа. Мы, если, допустим, в автомобилях величинах, это порядка полумиллиона кубов. Все вот это, то, что мы выполняем в процессе года, подготовки к осеннезийным периодам, программа ремонта, реконструкции сетей, все это сказывается на надежность и на качестве предосложения. В день профессионального праздника одно из градообразующих предприятий округа поздравили депутаты окружного собрания, профильный департамент и губернатор. Наринмарская электростанция признана лучшим предприятием округа по итогам работы в 2015 году в номинации «Стабильность года». В регионе могут появиться курсы для родителей несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогики. Такое предложение было озвучено на Координационном совете по материнству, отцовству и детству. Разработать соответствующую образовательную программу поручено Департаменту образования совместно с Центром ДАР. На заседании озвучили ряд других предложений и вопросов. Один из них касался детей-кочевников, которые не получают должного образования. Уполномоченный по правам человека Александр Белугин поднял вопрос об организации образовательного процесса для кочевников. По информации Департамента образования, 26 детей семейно-родовой общины ЕМПТО сегодня не проходит обучение. Причин этому несколько. Это связано, возможно, с их жизнедеятельностью. Мы прекрасно понимаем, что родители не хотят отпускать детей дальше. На обучение они заканчивают определенно до 3-го, до 3-го, до 4-го класса, и дальше родители уже не отпускают. Возможно, нам необходимо на территории округа продумать систему обучения именно в рамках семейных, вот именно этих кочевых школ. Вопрос создания кочевых школ сегодня прорабатывается с учетом мнения самих кочевников, отметила руководитель Департамента образования Галина Медведева. Предлагаются различные формы образования. Это мероприятие, которое прорабатывается на сегодня, это когда они приходят к точкам, в том числе и плюс, летний период делать учебным, потому что в части зимнего периода, когда они далеко находятся, либо от Каратайки, Леотандармы, мы, несомненно, можем делать как каникулы. Нам сегодня закон позволяет, тем более кочевой школы, сдвигать учебный процесс для особых условий. Практику кочевых школ в Ненецком округе планируют внедрять уже в 2016 году. Пилотный проект может быть запущен в Ненецкой общине Канин. Вместе с родителями сегодня там проживает 38 детей дошкольного возраста. Разработкой модели специальных учебных заведений для детей оленеводов занимается Департамент региональной политики НАУ. По подсчетам специалистов, организация кочевых школ более экономична в сравнении с бюджетными расходами, связанными с вывозом и содержанием детей в школах-интернатах. Подобный опыт организации учебного процесса детей и кочевников уже существует на Ямале и в Якутии. Лучшие педагогические практики и учительское мастерство. Традиционно в конце декабря в Нарьинмаре наградили лучших учителей года. Заслуженные грамоты получили почти 90 педагогов. Среди них учителя физкультуры, преподаватели художественных школ, педагоги дошкольного образования. Светлана Вячеславовна начала педагогическую деятельность в 1999 году. Окончив Поморский государственный университет, пошла работать в детский сад. Вот уже более 15 лет она исправляет речевые дефекты дошколят. Детей все-таки я заряжаюсь энергией. Мне очень нравится работать с достаточно проблемными детьми, то есть детки, которые имеют речевые нарушения. Мне нравится им помогать и видеть результат. Именно такие увлеченные своим делом педагоги среди награждаемых. С многолетним опытом и со стажем в два года. Учителя биологии и преподаватели музыки. Они все разные, но любят свою профессию одинаково сильно. И готовы уделять ей время не только в рабочие часы. На этом мероприятии мы благодарим, чествуем педагогов очень активных, которые нам весь год помогали, участвовали в методических объединениях, в наших совещаниях, семинарах, оказывали нам всяческую поддержку, помогали нам, потому что без педагогов округа наш центр не смог бы справиться с таким большим количеством мероприятий, которые мы проводим. Чтобы отметить тружеников, педагоги разных направлений, организаторы определили 20 номинаций. Их присудили педагогам дополнительного и дошкольного образования, учителям-предметникам, психологам, воспитателям, библиотекарям и руководителям городских школ. Ирина Цепетова, Валентина Чибичек, Александр Дуркин, Телеканал «Север». В поселке Искатели прошла репетиция главного праздника уходящего года. На площади торжественно зажгли огни на главной зеленой красавице района. В поселке Искатели прошла репетиция нового года. Там на площади торжественно зажгли огни на главной зеленой красавице района. Несмотря на то, что до любимого зимнего праздника осталось еще больше недели, детвора смогла поводить хороводы, потанцевать и встретиться с Дед Морозом и Снегурочкой. Мне ёлку купили, мне ёлку купили, её на опушке в лесу не купили, а сделали ёлку на добром заводе, хорошие дяди, весёлые тёти. Такие стихи главной новогодней красавицы района посвятила маленькая Катя. Для неё и ещё для десятков мальчишек и девчонок посёлка Искателей праздник зажжения главной ёлки стал репетицией. Самого любимого взрослыми и детьми зимнего праздника. И хоть до боя курантов осталось ещё более недели, жители района уже определились, чего ждут от Нового года огненной обезьяны. Ждём мира, благополучия, счастья, здоровья, удачи нашим детям и внукам, и всем-всем-всем жителям Ненецкого округа, чтобы всем было всё хорошо, чтобы все были счастливы и здоровы, самое главное. Те, кто не успел пока придумать новогоднее желание, есть ещё время. За девять дней можно не только определиться с главной мечтой на 2016 год, но и купить подарки самым дорогим людям. У нас заказ – розовый велосипед, самый большой, самый красивый. Я, говорит, весь год себя хорошо вела, а Дед Мороз мне должен подарить розовый велосипед. Но принимать подарки все гости праздника будут традиционно в ночь с 31 на 1. А пока для всех желающих работники клуба «Созвездие» провели игры и конкурсы. Кроме этого, можно было сфотографироваться со сказочными персонажами, поводить хороводы и, конечно, прокричать «Елочка, гори!». Алена Валей, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова была информационная картина дня от наших корреспондентов. А у меня для вас хорошая новость. Сегодня один из особенных дней в году – день зимнего солнцестояния. Начиная с этого дня световой день увеличивается, а ночь уменьшается. Солнце начинает свой северный путь роста. Я желаю вам всего доброго. Далее прогноз погоды. Продолжение следует...